Добрый день, уважаемые коллеги. Очень многих уже знаю. Не знаю, кто здесь из вас начинающий. В основном вижу тех, кто уже, наверное, давно работает. Ну, честно говоря, после слов Виктор Корнеевича мне особо-то и говорить нечего. Он все буквально осветил, но тем не менее. Но начну со следующего момента. Значит, мне в свое время посчастливилось начинать вот эту технологию осваивать на Ставрополе. Я был главным агрономом добровольным в Патарском районе. 8 лет работал. И в дальнейшем предоставилась возможность, так сказать, перебраться там, где я живу, потому что я ездил 100 километров, но работал добровольно. Вот перешел в хозяйство Гафицкое, Петровское районное, которое... Ну, так получилось, что мы подвинули там серо-кавказский агрохим, взяли их поля. Я, к примеру, вам скажу, что на квадратном метре было до 30, 33, 35 растений только сотами, считая венка полевого и все остальное. Ну, тем не менее, зашли на площадь 5,618 гектар. И вот через три года у нас на всей площади сейчас там те, кто многие наутил. У нас, значит, озимая пшеница 2593 гектара, подсолнечко 1033, 997 кукурузы, 284 гороха, 611 озимого ячменя и 74 гектара. Ну, вот, как бы, пробуем. Значит, в самом начале работы в этом хозяйстве для меня вообще не стоял вопрос, как работать. Проблема у меня заключалась в отсутствии необходимой техники, психологии самих работников, точнее, в нежелании работников принимать вот это новое направление, взаимоделие. Я много слышал, что это не работает, это уплотняет, это там, ну, в общем, масса препонов, только чтобы этим не заниматься. Значит, используя свой собственный опыт, начал с того, что мы, в первую очередь, брал специалистов и возил по хозяйствам, где эта система уже работает не один год. Как бы, знакомство есть, знаю, в главных агрономах, делаю звонок, везу показываю. Причем старался это делать несколько раз в год. Везу весной, везу летом, везу осенью. Чтобы люди видели, как сеется, как культура развивается, как она выглядит осенью и так далее. Всегда говорю, когда агроном, который, ну, хочет работать по этой технологии, когда агроном видит, как идет процесс от весны до уборки, ему, как бы, гораздо легче потом в дальнейшем все это воспринимать. Естественно, в беседах, когда общаемся, узнаем, какие у людей все обороты, какие культуры, какие растительные остатки и так далее. Всегда повторяю всем желающим заниматься этой технологией, что у нас урожай вообще будущего года всегда начинается с уборки предыдущего. Очень важно распределение растительных остатков. Вот первая ошибка, с которой мы сталкивались с добровольным, то есть, да, мы распределяли растительные остатки, но не распределяли полову. То есть, вот эти проходы комбайнов, которые мы видим, где сыпется полова, всегда там была проблема. Для мелкой семенки, вообще для всех культур. Поэтому мы, наверное, первые в крае, кто поставили полово-разбрасатели на комбайный дом. И у нас процесс пошел в лучшем уже направлении. Начало внедрения этой технологии довольно иногда сильно вызывает противодействие именно простых работников. Им нужны гектары. И как бы даже у себя вот в этом хозяйстве я слышал, что нам не важно, мы холдинг, да что у нас денег нет и так далее. Нет, немножечко не так. Стараемся людям объяснять, рассказывать, почему нужно так, почему нужно распределять растительные остатки, как нужно сеять. Я им всегда говорю, ребята, ну посеять один раз можем, один раз все хорошо. Потом уходные работы, потом будет результат. Посеять плохо, убирать будет нечего. Значит, ни один год вот за время моей работы уже по этой технологии, грубо говоря, порядка, уже, наверное, лет 12, да, ни один год не повторился. Каждый год что-то новое, 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 всегда приходится чему-то учиться. Хотелось бы немного сказать о переходном периоде. Значит, проблема, она заключается в стандартном, наверное, больше психологическом подходе людей к данной технологии, вот начиная с несения азотных удобрений. Вот я как бы повторяю, Зелик Арканевич, его слова, что когда человек привык по традиционке работать и, грубо говоря, давать там 100 килограмм весной аммиачной селитры и при данном несении получать 30-35-40 центнеров и все. С этим подходом, переходя на технологию МОУТИЛ, человек сталкивается с тем, что урожайность падает. Урожайность падает, потому что минерализация растительных остатков замедлена, азота столько не выделяется, все, провал урожайности. У людей начинается паника, начинает хаять эту технологию и так далее. Соответственно, когда мы переходим на технологию, нужно понимать, что азот желательно раза в два в три увеличивать. Вот так же часто слышу, что для работы необходимо сформировать подушку из растительных остатков. У меня, честно говоря, это всегда вызывает улыбку, потому что, ну, больших растительных остатков, в том числе и в Аргентине, я там был два раза, я особо нигде не видел. Если вы правильно формируетесь, и воборот, если у вас есть наличие бобовую культуру, вы грамотно работаете азотом, вы больших растительных остатков не увидите. Психологический момент заключается еще в следующем, когда, допустим, весна или осень, когда большие осадки, соседи уже начинают сеять, вас начинает район дергать, вы начинаете сами дергаться, поле сыра забивается, начинаются нервы и так далее. Ну, наверное, немножечко нужно подождать, чтобы... Ну, нюансы есть по восстановлению структуры почвы, несущей ее способности, а также нюансы есть физиологическая спелость почвы. Когда физиологическая спелость почвы, она чуть-чуть может быть там на недельку, позже вы спокойно зайдете и посеете. Но, вот на личном примере, допустим, первые годы посева ранних культур того же гороха, да, соседи сеют, я не могу зайти неделю, вторую нервы. Прошло три года, я захожу сеять горох раньше, чем соседи по традиционному. Да, тогда у соседей нервы. Теперь работа с почвенными гербицидами. Ну, наши хлеборобы, они всегда стараются настолько докопаться до истины, допустим, не пробуя, они уже теорию так выстраивают вперед. Вот куда мы наносим почвенник, мы наносим на солому, это не держит, не работает, нет, все держит, все работает, спокойно работает и так далее. По развитию посевов, допустим, вот посев. Опять же, у меня самый первый опыт был. Дорога налила право поле фермеров, направо наше поле по нулю, да. Сеем в один день, сеем в один гибрид, через неделю у соседей всходы, ровненькие, все у нас там проходит 10 дней, 12, единичные, где-то там-то, там-то, начинаешь нервничать, ходишь, ой, как же, как же. Потом посевы чуть позже выравниваются, потом, если жара, наши посевы стоят, как будто их поливают, у соседей поля просто сгорели. У меня был такой опыт, когда вот ребята с добровольного сидят, не дадут соврать, у нас там Вася Лижник такой фермер был, 100 гектар посеяли, один из Джанибрид в один день, со 100 гектар они намолотили два бункера. Мы убрали подсолнечник, там, 20 сантиметров за гектар. Ну и, конечно, нужно быть психологически все-таки готовы к новым вредителям, новым болезням, которые у вас не проявлялись, допустим, к увеличению численности грызунов тех же, если мы на традиционке обрабатываем, пашем, вороньем, там, немного, как бы легко проконтролировать, то здесь растительные остатки, нужно внимательно, нужно постоянно мониторить поля, мониторить поля на слизня, мониторить поля на вредителей, можно столкнуться с фазариозом колоса, потому что мы тоже с этим столкнулись в свое время на первых этапах, когда приятная ипатовская зона, это не ваша болячка, живите спокойно. Как полыхнуло 128 растений на квадратном метре фазариоза. Поэтому очень внимательно вот к этому нужно относиться. Ну, хочу сказать, что в этой технологии все-таки нет мелочей, и если мы будем все делать грамотно, правильно собираться, общаться, перенимать опыт, то земля будет нам благодарна и щедро нас вознагрять. У меня все. Если какие-то вопросы, вопросы? Андрей Николаевич, спасибо. Какие вопросы к Андрею Николаевичу у присутствующих? Если желающие есть, я сейчас дарю... Товарища, у нас... Пять секунд. Поэтому желающие есть, вот мы перевели сейчас хозяйство 3 года, еще раз повторюсь, через 3 года полный ноль. Вот около 6 тысяч гектаров. Можете приехать, проедем, покажем, расскажем. Стремительно. Все, давайте. Я, к сожалению, смотрел на зал. Можем их по новой прокрутить? Я могу прокомментировать. По остаткам кукурузы. У нас есть проблемы. Их выжигают. Я смотрю, у вас нормальная посева. По остаткам кукурузы. Что вы делаете? У них спичек. Значит, посевной комплекс «Джонгер-18-90». Все, зашли, посеяли. Не выжигая. Такие уложения чего-то. И по другой уровне нормально? Нормально, зашли, все. Все, вот смотрите. Я упустил по урожайности. Вот мы зашли, начали работать в 18-й год. Часть полей по традиционке, часть я просто начал выводить под ноль. Тяжело было для агрономов, тяжело было для людей психологически. То есть захожу, сеем горох. Ну, и начинают. Где-то заминают. Люди где-то не понимают. Но, вот 19-й год урожайность кукурузы у нас. Нет, 18-й год урожайность кукурузы 33 центра. Это был лучший результат Петровского района. 19-й год. Уже площадь 1700 гектар 51 центра. При средней районе 22. То же самое по подсолнечникам. Но я повторюсь, засоленность полей просто катастрофическая была. То есть первый мой опыт. Я захожу, даю 3 литра глифосата. Прошу еще у Щелкова 2 литра скрута экстра. Даю 1,25 стеллар под ту же кукурузу. То есть я просто выжигал вот этот фон, потому что я понимаю, что такое кукуруза. Это чистота полей. Потом опыт добровольницкий. Даю питание, все-все, все получаем нормально. Господин Тито, пожалуйста. Ну, то, что мы все хлеборобы, это понятно. Хочется быть земледельцем, но мы хлеборобы. Значит, у меня такой вопрос. Занимаетесь ли вы покровными культурами? И я слышал, что у вас очень много болезней. Ну, как бы, вот почему вы анализировали, почему у вас тут болезнь? Еще раз слышали, что у нас много болезней, не понял. Ну, у вас, в вашем хозяйстве много болезней, значит, надо больше защищать. Вы сами говорили, фузариоз у вас там посетил и так далее. Значит, и занимаетесь ли вы покровными культурами? И не думаете ли вы, что ваши болезни именно связаны с тем, что вы до конца наутил не раскрываете? Значит, смотрите, что касается болезней. Я повторюсь. Фузариоз полоса мы получили на третий год использования наутилов добровольного. Мы только начинали. Мы еще... Это 2010, Сергей Андреевич, у нас был. То есть мы учились этой технологии, я повторюсь, мы учились ей. Что касается покровных культур. Да, я лично закладывал опыт, где, но я делал посевы культур под покров, ячевил, под солнечника, я сеял люцерну, сеял домник, вику, еще что-то, я уже не помню. Мне было интересно. Я частенько езжу, стараюсь ездить к Мокрику Василий Ивановичу от Октябрьской районы Ростовской области. Это он, наверное, единственный человек, у которого я видел доник под покров под солнечника. Да, вот реально производственные посевы. Старался каждый год к нему ездить, смотреть. Но он сейчас тоже от этого ушел. Потому что если он неграмотно подконтролирует домник, он потом такие проблемы создает в пшенице. Вот. Очень интересная тема. Но мне понравилось выступление Михаила Драганчукова, когда мы ежегодно собираемся в Ростове, да, на семинарах наутильщиков. Когда он сказал, если у вас немного влаги, покровные культуры забирают ее. Кто бы что ни говорил, они все равно ее забирают. Это скажется на урожайности вашей культуры. Для меня, для меня сейчас в новом хозяйстве задача, вот правильно, чтобы не приобрели сейлки очевываю, сейлки жадкие очесывающие, громадно контролировать распределение растительных остатков, ввести в силу бороться сою и так далее. И все, и пойдем дальше. Знаете ли вы еще один вопрос, короткий, с реакцией очепили пилиции? Я слышал, ладно, вы лично не знаком. Он рядом сидит. А, он выступит диване? Нет, 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 он находится от Драганчука, его поля просто соединяются. Если, короче, вот послушайте его выступление, просто как бы поменяйте свою точку зрения. Хорошо, спасибо. Смотрите, у каждого свой опыт. Вот для этого мы тогда соединяемся, общаемся, слушаем друг друга. Если опыт положительный, то мы только рады, мы его приветствуем всегда. Всем спасибо за внимание. Андрей Николаевич, спасибо.